Преобразовать территорию на пятой просеке хочет житель Самары Василий Харитонов. Когда-то в расположенном там лесочке жарили шашлыки. Летом, благодаря совместным усилиям жителей и властей, часть территории в микрорайоне удалось привести в порядок по областной программе содействия. А у вас на сегодняшний момент что сделано? Сделана площадка площадью 400 квадратных метров. Что вы там сделали? Там размещены качели-балансир, там размещен комплект для детей 3-7 лет, там размещен комплект для детей 7-14 лет, там достаточно карусель и горка винтовая большая. Там жителей каждый день огромное количество. Увидев эффективность взаимодействия с властью, Василий Харитонов пришел на прием граждан, который провела глава Самары Елена Лапушкина, чтобы рассказать о новой задумке. Жители хотят оформить зону отдыха в виде каскада с детскими площадками и фонарями. А для этого необходимо принять участие в программе «Комфортная городская среда». Пока этому мешает отсутствие у участка статуса общественное пространство. Елена Лапушкина попросила представителей профильных ведомств в ближайшее время провести очередную топонимическую комиссию, чтобы рассмотреть вопрос о присвоении необходимого статуса обсуждаемой территории. И тогда она сможет участвовать в рейтинговом голосовании, который пройдет в следующем году для определения объектов благоустройства на 2025 год. Прозвучали на встрече предложения пока отремонтировать часть территории по проекту содействия. Там каскадная система, и там нужно комплексно реконструировать, потому что ливневка, электросиловые линии – это все будет повреждено при вот таком пусковом методе. В итоге было принято решение отремонтировать территорию сразу в рамках программы «Комфортная городская среда», если проект получит достаточную поддержку самарцев и попадет в топ-пространство для благоустройства в 2025 году. К главе города обратились жители дома 92 по проспекту Кирова и жители 55-го дома по улице Краснодонская с просьбой проконтролировать ситуацию с расстелением. Территория, на которой расположены их дома, скоро преобразится по программе «Комплексное развитие территорий». Руководитель городского департамента управления имуществом Андрей Белоклоков, руководитель управления развития территории департамента градостроительства Самары Андрей Урюпин и глава Кировского внутригородского района Игорь Рудаков разъяснили жителям нюансы участия в программе КРТ и признание домов аварийными. Городские власти неоднократно подчеркивали, разъяснять нюансы этой работы готовы столько, сколько это будет необходимо, чтобы все процедуры шли на законных основаниях и при полном соблюдении прав жильцов. Нормативно-правовая база, необходимая для запуска проектов КРТ в Самарской области, была утверждена региональным правительством летом 2021 года. Преобразоваться в рамках нового проекта могут городские застроенные территории, где в наибольшем количестве присутствуют двух- или трехэтажные дома с деревянными перекрытиями, имеющие очень высокий уровень износа. На сегодняшний день в Самаре сформировано более 10 лотов, проводятся аукционы для выбора инвесторов. Лоты включают в себя разное количество кварталов, а в общей сложности полмиллиона квадратных метров жилья. В программу комплексное развитие территорий может входить не только аварийное и ветхое жилье, но и просто старые дома, отвечающие определенным критериям года постройки и состояния. Жители таких домов должны дать согласие на включение их жилья в проект. Новый проект дает им гарантии защиты имущественных прав государством и вместе с тем защищает инвестора от возможных спекулятивных действий собственников. После того, как для развития территории будет определен инвестор, он должен расселить жителей и построить в границах квартала новое жилье, предусмотрев размещение социальных объектов – школ, детских садов, поликлиник. Константин Головин. События.